Теперь, как, по-вашему, когда был день рождения Немрода и Фамуза? В первый день года, когда Солнце возрождается. И в какой день, вы думаете, возрождается Солнце? Это происходит в середине зимы, в зимнем солнцестоянии, 25 декабря, правильно. Вот откуда мы получили 25 декабря, на Рождество, когда мы говорим, что родился Иисус. Почему же мы выбрали именно 25 декабря для дня рождения Иисуса? Откуда взялась эта дата? Все очень даже просто. Иисус был Сыном Бога. Фамуз был Сыном Богов. Он был Сыном Своего Отца, Ваала. И вот откуда мы и получили 25 декабря. Одно из крупнейших культовых и языческих празднований происходило во время зимнего солнцестояния. Почему? Потому что это то время, когда Солнце возрождается, и когда дни года начинают становиться длиннее. Таким образом, день рождения Бога Солнца совпадает с этим днем, 25. Первоначально это было 21, но затем, из-за изменений в Юлианском календаре, это было перенесено на 25 декабря. Здесь мы можем видеть, это древняя фотография Немрода, что все боги Солнца из любого конца света, возможно, имевшие разные имена, но следы всех их ведут обратно к оригинальному богу Солнца, к Ваалу, также известному как Немрод. Посмотрите на его фотографию, где он с длинной бородой. Вы уже можете чувствовать, куда я направлюсь дальше, поскольку мы начинаем обнаруживать то, как праздник 25 декабря непосредственно связан с самим Санта-Клаусом. Некоторые из различных имен, которые имел Ваал, были следующими. В Персии это был Митра. Вы можете самостоятельно это изучить. Это невероятно увлекательно. Если вы исследуете языческое культовое поклонение Митре, вы увидите огромное количество связей с некоторыми вещами, которые мы делаем в христианстве. Это за 500 лет до рождения Иисуса, перед Ешуа. Это называлось рождением непобедимого сына, которым был Митра. Осирис и Хорус и Ра в Египте. Его называли Атис в Риме. И для празднования их дней рождения у римлян было величайшее торжество, которое называлось праздником Сатурналии. Догадайтесь, сколько он длился? 12 дней. Правильно. Это как раз то, откуда мы получили те 12 рождественских дней. То есть прямо из того празднования Сатурналии, которое происходит во время зимнего солнцестояния. И догадайтесь, как халдеи называли этот день. Сегодня мы называем это Рождеством, но в то время халдеи называли это День Ю. Вы знаете, что в буквальном смысле означает День Ю? Он означает День Младенца. И они определенно не имели в виду Иисуса. Они имели в виду Фомуза, который был Сыном Бога, который однажды пришел бы и спас их от мира. Вы видите, Сатана ничего больше не может сделать, кроме того, как взять истину, извратить ее и заставить людей верить лжи. И это то, что Он сделал с историей о рождении и смерти нашего Господа. Он воспроизвел это в язычестве, и в какой-то момент Его планом было взять язычество и смешать его с христианством. А когда святое смешивается с языческим, Писание называет это нечистым. Яхвы не принимает ничего, что является нечистым. Это должно быть чистым. Это должно быть отделенным и святым. Кадош на иврите. Итак, звучит ли все это знакомо? Давайте перейдем к этому персонажу, которого зовут Один, так как именно здесь мы извлечем немного более подробные детали о наших праздниках и откуда пришли некоторые из этих символов. Наряду с празднованием Бога Солнца, скандинавы также поклонялись Богу по имени Один. Он был Богом опьяняющего напитка, экстаза, а также и Богом смерти. И поскольку в праздновании Сатурналии присутствовали все эти вещи, то, разумеется, Один и стал самым популярным Богом празднества Сатурналии, который в действительности был Богом Солнца, что можно проследить на протяжении всего пути назад к самому Ваалу. Угадайте, кем сделался этот персонаж. Вглядитесь в него внимательно. На кого же он похож? Цвета, правда, не соответствуют, но этот парень стал Санта-Клаусом. Именно так. Один, или же Водан, был Богом мудрости, магии и оккультных знаний, знаток рун, сказов и войны. Его имя означало «вдохновенный». И вы начнете замечать, по мере того, как мы уже будем рассматривать эти слайды, вы увидите, что Санта-Клаус, или же Один, ужасно похож на Иисуса, или на Ишуа, что означает «спасение». Мы увидим Бога Одина, который спасает, и мы увидим другого, которого зовут Ишуа, и который также спасает. Мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание на некоторые особенности в процессе изучения Одина, поскольку это шокирует, когда видишь все эти сходства, и то, как Сатана пытается маскироваться, выдавая себя за Ангела Света, как нам известно из Писаний. Он был высоким и пожилым человеком с длинной белой бородой и носил с собой копье или посох. Помните, мы говорили о посохе? О посохе змея. Тот, кто обладает змейным посохом, связан с той силой, что стоит за этим посохом, то есть самим змеем. Давайте продолжим. Он путешествовал вокруг света на белом коне, у которого было восемь ног, что было древней традицией. Оно означало число транспорта, и это то, откуда пришли восемь северных оленей. Возможно, вы скажете, Джим, так ведь их же девять, первоначально их было восемь. Рудольф был добавлен в наше время. На самом же деле было восемь оленей, и пришли они от того белого коня, на котором Один путешествовал вокруг света, и у которого было восемь ног. Вы можете сами посмотреть. Все это широко доступно в интернете и в энциклопедиях, где говорится об Одине со всеми остальными ссылками на источники, относящиеся к данной теме. И практически в каждой версии Санта-Клауса он таскал за собой темного помощника, который впоследствии стал эльфом. Итак, в каждой отдельной версии Санта-Клауса присутствовал темный помощник. Если вы всмотритесь в эту картинку, вы увидите своего рода паренька-демона с высунутым длинным красным языком. Их называли крампусами. Крампусы или же темные помощники следовали за ним. И если дети были непослушны, то они били тех детей. Таким образом, мы имеем доброго дядюшку, святого Николауса, который уже после из Одина превратился в Николауса, который приходил бы и раздавал вам подарки, в том случае, если вы были хорошими. А если же нет, то тогда дубинки или же темные помощники были теми, кто обучал детей дисциплине. И мы это увидим. Итак, эти крампусы, которые в конечном итоге стали эльфами Санта-Клауса, согласно легенде, крампусы сопровождали Санту в период рождественского сезона, предупреждая и наказывая плохих детей. Тогда как святой Николаус раздавал подарки хорошим детям. Об этом говорится в энциклопедии. Вот еще один пример крампуса и эльфов Санта-Клауса. На картинке справа вы можете видеть, что это выглядит почти что как метла ведьмы. Метла, на которой дети, непослушные дети, уносятся к крампусам, который выглядит как смесь между человеком и козлом. Окей? И вы можете наблюдать это явление через всю историю о человеке, смешанном с козлом. У меня есть учение о нефилимах, или сынах Божиих, где я разбираю эту тему. Но если сказать коротко в двух словах, то во время праздника, именуемого в Библии Йом-Кипур, когда первосвященник раз в году входил во святой святых, чтобы принести жертвоприношение, там было два козла, предлагаемых жертву, один из которых назывался Ло-Адонай, и он посвящался Яхве как Господу, а другой козел назывался Ло-Азазель. И того козла отправляли в пустыню и сталкивали с обрыва. И козел Ло-Азазель, они возлагали руки первосвященника на голову козла Ло-Азазеля, и таким образом перемещали все грехи Израиля на его голову, а затем отсылали его в пустыню к Азазелю. Азазелем в древней мифологии был Бог-человек-козел. И считалось, что именно Азазель ввел человека в грех. Так что все грехи человечества, израильтян, совершенные на тот год, возлагались на голову козла Азазеля. И как мы видим, это перешло далее в иную форму помощника Санты, который, по сути, является Азазелем, если хотите, или же Крампусом, как называют его сегодня. И на фото слева, фактически это современная фотография, вы можете видеть изображение современного рождественского фестиваля в Германии, где все еще продолжают применять это празднование, используя Крампусов и помощников Санты. Вот современная фотография. Это выглядит безумием, как оно есть. И для нас, американских христиан, поверить в то, что такое все еще происходит сегодня, это фотография святого Николауса с его демонами, с его Крампусами, которые все еще празднуются в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, а также по всему миру. Итак, сейчас мы покажем вам современный клип или короткий фильм монтажа, состоящего из разных видеороликов, которые мы обнаружили, где они все еще устраивают эти празднества, все еще празднуют эти праздники по всему миру, где они в буквальном смысле прославляют демоническую часть Рождества и святого Николауса с его темными помощниками. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Я понимаю и приношу свои извинения. Это просто становится все ужаснее, не так ли? И если этого не было достаточно, то некоторые ученые верят, что та самая песенка Jingle Bells взяла свое начало от колоколов Крампуса, которые существовали долгое время, еще до того, как эта песенка была написана. Так что каждый раз, когда появлялся святой Николаус, он был сопровождаем рождественскими колокольчиками своих эльфов. У них были колокольчики, которые висели на их шеях. И как вы слышали в этом видео, вы слышите здесь звук колокольчиков, когда они оповещают о себе в следующем городе, куда они направляются. И некоторые даже верят, что это то, откуда пришел термин «рождественские колокола» или «колокольчики Рождества» или же «Jingle Bells». Ну а теперь мы перейдем к открытию, откуда именно произошел Санта-Клаус. Итак, Один. Как вообще Один стал Санта-Клаусом? Вот изображение или эволюция превращения Одина в Санта-Клаус. К 1500 годам в Голландии там святой Николаус стал Санта-Клаусом. Окей, и так святой Николаус превратился в Санта-Клауса, доброго и мудрого старика с белой бородой и в белой одежде, в красной мантии и с посохом. И он разъезжал верхом по небу и по крышам домов на своем белом коне и в компании своих черных джеков, то есть крампусов, которых мы только что видели. И они оставляли подарки для людей под своим священным деревом, которым была елка. Он заглянет к вам в гости на свой день рождения 25 декабря, конечно же, и подарит вам подарки, если вы были хорошим или если вы были плохим, то его черные джеки поколотят вас. И это поражает меня, как эти истории оказываются в современных рождественских традициях даже сегодня. Двух- и трехтысячелетние языческие традиции имеют место, а у нас теперь эти традиции вызывают улыбку. Какая наиболее известная фраза, которую всегда говорит Санта-Клаус? Хо-хо-хо. Задумывались ли мы хоть когда-нибудь на мгновение, откуда это взялось? Что ж, если вы обратитесь к истории, то вы начнете обнаруживать, откуда на самом деле происходит эта фраза. И вот ее происхождение. В истории Хобб Гоблина автор Аллен Райт пишет, «Само имя Робин было средневековым прозвищем дьявола, и его отличительным смехом было Хо-хо-хо». Примерно в 1600-х годах Робин Гудфеллоу играл дьявола во многих-многих спектаклях, а спектакли были тогда очень популярны. У них ведь не было таких театров и кинотеатров, как сегодня. Так что театральные постановки были существенной частью общества тех времен. И перед тем, как дьявол появлялся на сцене, он заявлял о себе своим фирменным «Хо-хо-хо». И вот, дамы и господа, то, откуда взялось это «Хо-хо-хо» Санта-Клауса. К XVIII веку в Северную Америку эмигрировал один датчанин и привез с собой своего Синтер-Клауса. В английском диалекте это звучало как «Санта-Клаус». В 1930 году дизайнер компании «Кока-Кола» пытался привлечь людей покупать их напиток в зимнее время. Так что они взяли цвета их компании, красный и белый, одолжили историю Синтер-Клауса, кое-что изменили, и так появился современный Санта-Клаус, завершенный, со своими оленями и эльфами. Таким образом, тот дизайнер из 1930 года позаимствовал изображение, я думаю, это было в XIX веке, и модернизировал его, добавил цвета, и так вот появился Санта-Клаус от «Кока-Колы», которого мы видим сегодня, круглый, с длинной белой бородой, румяными щеками в красно-белом одеянии. В 1970-м, давайте продолжим, Второй Ватиканский Собор, послушайте это, официально заявил, что римско-католического священника по имени Николас никогда не существовало. Они понизили святого Николаса в Сане, отняли его принадлежность к святым, поскольку в Ватикан поступило очевидное доказательство того, что вполне возможно, что он никогда даже не существовал, наряду со многими другими святыми. Далее, Второй Ватиканский Собор признал, что легенды, связанные с этим святым, не имеют христианского происхождения и, возможно, пришли из самих языческих традиций. Таким образом, мы видим, что Святой Николас был, скорее всего, выдуманным святым, который был связан с Богом Солнца, позже известным, как Один. Им понадобилось христианизировать его, сделать из него святого. Со временем цвета были изменены, мы видим эльфов, появляющихся на горизонте, которые преображаются из злобных в маленьких милых существ, делающих игрушки. Всё это американская модернизация очень сатанинского, злого, языческого по происхождению праздника. И всё это восходит к самому Эдемскому саду с его обманом. Энциклопедия World Book говорит следующее. Верование в то, что Санта входит в дом через трубу, произошло от норвежской легенды. Скандинавы верили, что богиня Герта появилась в камине и принесла дому удачу. Отсюда, в общем-то, и произошло английское слово «хат» — камин. Оно происходит от слова «герта», от имени Герта, которая была богиней северных народов. Так что вы снова видите, прямо из World Book энциклопедии, что приход Санта-Клауса в дом через трубу не имеет ничего общего с чем-то хорошим, но опять же имеет связь с Богом, приходящим через огонь. Дамы и господа, я знаю только одного Бога, приходящего через огонь, и это сам Сатана, и однажды он будет брошен в озеро огненное. Здесь мы продолжим. Друидские домовладельцы оставляли угощения, состоящие из молока и выпечки, чтобы ублажить это божество, приходящее через трубу в их камин. Вот откуда взялась эта идея оставлять молоко и печенье для Санта-Клауса. Нам кажется, что мы сами это придумали, что это забавно, но все это тянется из давних времен, дамы и господа, еще от друидов, когда они оставляли молоко и выпечку для их Бога, который приходил через огонь в камине 25 декабря, в день его рождения. Итак, давайте зададимся вопросом, кто есть кто? Кто есть кто в этом мире? Это Санта-Клаус? Или это Иисус, Мессия Иишуа, которому мы служим? Кто же из них является Богом, если хотите, с которым мы знакомим наших детей в это время года? Давайте же рассмотрим некоторые качества, которые очень схожи с нашим Спасителем и посмотрим, стоит ли нам связывать их друг с другом. Во-первых, считается, что у Санта-Клауса нет ни начала, ни конца. У Иисуса нет ни начала, ни конца. У Санта-Клауса есть свой вечный дух под названием Дух Рождества. У Иисуса есть свой вечный дух по имени Дух Живого Бога. Санта-Клаус все видит. Иисус все видит. Он записывает имена в книгу и проверяет их дважды. Так же и Иишуа. Он записывает наши имена в книгу жизни. Волосы Санта-Клауса белые, как снег. Книга Откровения говорит нам, что волосы Иисуса белые, как снег. Санта-Клаус путешествует в ночное время. Теперь мы видим небольшое различие. Иисус путешествует днем. Все, что делает Иисус, происходит во свете. А все, что делает Санта, происходит во тьме. Вы видите разницу. Такое малозаметное различие, как Сатана берет истину и всего лишь немного ее изменяет. Давайте продолжим. Санта хочет дать тебе все, чего желает твоя плоть. Иисус хочет дать тебе все, в чем ты нуждаешься. Санта входит в твой дом через огонь. Конечно же, наш Господь не входит в наш дом через огонь. У него есть мистическое дерево, и он любит детей. Вы знали, что у Санты есть мистическое дерево? Откуда у него взялась эта идея? Потому что в Библии у Яхвы есть мистическое дерево, названное Древом Жизни. Это было дерево, которое разделяло добро и зло. Если бы вы вкусили от Древа Жизни, то вы бы жили вечно. И это Древо Жизни впоследствии приняло форму в Освятилище. Оно освещало святилище в храме и называлось оно Минора. Минора это подсвечник с семью ветвями, который израильтяне ставили в храме и называли его Деревом Жизни. Давайте перейдем к Оксфордскому английскому словарю, в котором указано определение дьявола. Это невероятно. Здесь говорится, дьявол носит такие имена, как Сатана, Люцифер, Вильзевул, а в простонародной разговорной речи известен как Старый Ник. Да-да, тот самый Старый Ник, о котором мы говорим, на чьих руках мы позволяем сидеть нашим детям в торговых центрах. Мы смотрим фильмы, вращающиеся вокруг Старого Ника. Но если посмотреть на него в древние дни, то вот как выглядел тот Старый Ник. Это Старый Ник, которого использовал Ха-Сатан или Сатана. Это то, как зовут дьявола. Старый Ник. И снова, для меня это значит совсем не то. И я надеюсь, к этому моменту вы уже поняли, что это не важно, что это значит для меня. Важно только то, что это значит для него. Все эти вещи очень сложно проглотить сразу, в этом нет никаких сомнений. Когда я впервые узнал все эти вещи, то меня это шокировало до глубины души. Что же мне теперь делать со всем этим? Как же мне применить все это в моем хождении и в духовной жизни? Мы поговорим об этом через пару минут. Но истина заключается в том, что, пожалуйста, смиритесь перед теми фактами, которые были вам сегодня представлены, и спросите отца, что вам следует делать с этими фактами в вашей собственной семье. И помните, что не важно, что это значит для нас, важно только то, что это значит для него. Вернемся к Одину. Главным символом этого мистического существа, обладающего силами, подобными божеству, было вечное еловое дерево. И посмотрите слева. Главным символом истинного Бога, Яхвы, от сада в бытие до Нового Иерусалима в Откровении, является древо жизни. Это была минора, семисвечник, которая стояла во святилище. Рождественское дерево. Деревья поклонялись практически в каждой языческой культуре мира, и они были, опять же, главным символом поклонения Богу Солнца и плодородия. Оно заняло место в домах язычников вместо обелиска. Елка заняла место обелиска как изображение или же символ Бога Солнца. Вот почему они помещали солнечное сияние в виде восьмиконечной звезды на ее макушку. Еловое дерево считалось магическим, потому что оставалось зеленым круглый год. В некоторых культурах оно украшалось фруктами, что символизировало новую жизнь, а в других культурах оно украшалось двенадцатью свечами в честь Бога Солнца, потому что праздник Сатурналии длился двенадцать дней. Вот откуда взялось двенадцать свечей Рождества. Сегодня мы даже поем ему песни. В точности так делали они в своих языческих ритуалах. Еремия 10, 2 и далее. Так говорит Господь или Яхве. Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся, ибо уставы народов пустота вырыбают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они как обточенный столб и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Что ж, многие люди верят, что это конкретное место Писания говорит о рождественской елке как таковой. На самом же деле, это место не столько связано с рождественской елкой, сколько с идеей, что они ходили в лес, срубали елки и затем обделывали их и украшали их серебром и золотом. Что я хотел подчеркнуть этим местом Писания, это что все украшение состояло из серебряных и золотых шаров, что на самом деле, хотите верьте, хотите нет, в древних культурах означало от тестикулы самого Бога Солнца. Их надевали на столб Ваала, наверху которого находился языческий символ плодородия, то есть лучи Солнца. Вот откуда пошло серебро и золото. Идеей было то, что они украшали своих идолов серебром и золотом. Вот что я хотел извлечь из этого места Писания. Не то, что они обязательно срубали рождественское дерево, эта традиция появилась значительно позже, но вот откуда они взяли свою идею, потому что идолы украшали серебром и золотом. Мы снова видим, если приблизить и присмотреться, то на этом мексиканском идоле Бога Солнца, которого мы показывали вам ранее, можно увидеть елку. Это дерево впоследствии становится тем, что сегодня мы называем рождественской елкой. Ветви падуба. Откуда они взялись? Откуда идет эта традиция? Они также использовали обрезанные ветви вечно зеленых кустарников, для украшения своих домов в этот период в качестве приношения и символа Бога Плодородия и Бога Весны. И этим божеством была Иштор, Амела. Кельты и германские племена издавна верили, что Амела обладает магическими свойствами. Считалось, что она обладала способностью заживлять раны и увеличивать рождаемость. Кельты приносили ее своим богам с молитвами и развешивали ее в своих домах для отпугивания злых духов. Также во время исследований я узнал, что во время праздника Сатурналей древние римляне повсюду развешивали Амелу и затем устраивали пьяные оргии под этим растением, так как считалось, что это повышало рождаемость. Вот почему, дамы и господа, мы целуемся под Амелой. Все это уходит корнями в языческое блудодеяние, которым они занимались в Риме во время праздника Сатурналей. Йольское полено было поленом, которое сжигали на костре в течение 12 дней. Ровно столько длился их праздник. Изначально оно посвящалось в Скандинавии их богине плодородия Истер за то, что она родила их спасителя Фомуза. Каждую ночь они сжигали на костре животных и рабов в качестве жертвоприношения, ибо считалось, что это ограждает от злых духов. Теперь давайте перейдем к американской энциклопедии и рассмотрим определение слова «Рождество». Она говорит следующее. «Рождество, согласно многим авторитетным источникам, не праздновалось в первые века христианской церкви, так как христианским обычаем в основном было празднование смерти знаменательных людей, а не их рождение. Праздник был установлен в памяти рождения и спасителя в 4-м столетии. В 5-м веке Западная церковь дала указание праздновать этот праздник всегда в день старинного римского праздника рождения Солнца». Итак, вы видите, как все развивалось? Даже американская энциклопедия говорит нам, что Рождество никогда не праздновалось учениками, апостолами, нашими предшественниками или даже отцами церкви. Все это уходит корнями глубоко в прошлое, и только лишь в 5-м столетии этот праздник был включен в христианство и санкционирован на празднование. И обратите внимание, здесь сказано, что он должен праздноваться всегда в тот же самый день, что и римский праздник рождения Солнца. Посмотрите-ка на это. Это взято из записи легислатуры Массачусетской колонии от 11 мая 1659 года. «Из-за величайшего бесчестия, наносимого Богу, и оскорбления других, суд, данный ему властью, издает указ, что если кто-то будет замечен в праздновании такого дня, как Рождество или подобного, либо уклоняясь от работы, либо устраивая застолье, либо любыми другими путями по причине, указанной выше, с каждого такого человека, совершающего нарушение, взимается 5 шиллингов за каждое нарушение в качестве штрафа округу. В сущности, первыми штатами, начавшими праздновать Рождество, были Алабама в 1836 году, Луизиана и Арканзас в 1838 году. Прошло так много времени, пока только лишь в середине 19-го столетия Рождество вообще разрешили праздновать в Соединенных Штатах. Почему наши основатели, укрепленные в вере в библейского Бога, сделали празднование Рождества нелегальным? Потому что они были не настолько удалены от истины, как мы с вами. Они понимали, что эти вещи идут из язычества. Они понимали, что Бог Авраама, Исаака, Иакова, Яхвы не хотел, чтобы мы смешивали вещи, которыми раньше люди поклонялись иным богам, которых он ненавидит с поклонением ему. Хочу задать вам вопрос. Возможно, вы думаете, но разве мы не можем забрать то, что дьявол предназначил для зла и обратить это в добро? Он ведь знает мое сердце, не так ли? В книге Левит 18.30 написано следующее. «Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я, Господь, Бог ваш». В Марка 7, 7-8 говорится, «Но тщетно чтут меня, уча учениям, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Вопрос состоит в том, что мы должны поклоняться Богу 24 часа в день, и нам нужно помещать Бога на пьедестал, где мы поклоняемся Ему. Не считаете ли вы, что нам нужно поклоняться Ему таким путем, каким Он просил нас Ему поклоняться, а не по традициям человеческим, и, конечно же, не по тем человеческим традициям, которые связаны с языческими богами плодородия и поклонением Богу солнца? Давайте перейдем ко Второзаконию 12 главе. Это, можно сказать, коронное местописание, дающее нам хорошее и ясное указание о том, можем мы или нет делать такие вещи, даже если мы очень искренне к этому относимся. Во Второзаконии 12, 3-4 говорится, «И разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того». Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего. Когда я в начале своего пути начал открывать для себя все эти вещи, то первое, о чем я подумал, после того, как подумал, что для меня это значит совсем другое, я решил, почему бы мне не взять эти вещи и не христианизировать их? Господу наверняка понравится то, что я краду что-то у врага и отдаю ему. И вот мы видим, как израильтяне пересекают реку Иордан, захватывают хананейские селения, и вместо того, чтобы все нам проще уничтожить, в точности, как им заповедал Отец, они берут некоторые вещи, такие как жертвенники, которые очень трудно построить, и они решают, «Ну ладно, давайте не будем разрушать абсолютно все. Давайте возьмем жертвенник, сотрем с него имя их Бога и напишем на нем имя нашего Бога». А он говорит, «Не смейте этого делать. Не смейте даже брать какие-либо вещи, которые раньше использовались для поклонения Богу Солнца, христианизировать их, сбрызнуть на них немного святой водицы, и потом принести их мне в жертву. «Я не приму этого», — говорит он. «Не поклоняйтесь Господу Богу вашему таким путем». Он говорит, «Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народа, к которым ты идешь, все еще здесь же, в 12 главе, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их, послушайте внимательно, стих 30 говорит, «Тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблению их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, «Как служили народы сии богам своим, так буду и я делать».» Итак, что происходило тогда, так это то, что израильтяне приходили в эти селения, и, будучи людьми творческими, они брали творческие вещи, которыми язычники поклонялись своим богам, и заимствовали их идеи для поклонения своему великому Богу Яхвы. И вот что говорит Яхвы по этому поводу. В 31 стихе сказано, «Не делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим, они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляй к тому, и не убавляй от того». Точка. Стих 32, 12 главы Второзакония. Итак, вы видите очень четкие указания, что у нас нет библейского права, как у верующих, брать что-либо, что было использовано, и что было предназначено и посвящено для поклонения другим богам, и в буквальном смысле христианизировать эти вещи и использовать их для поклонения нашему Богу. Мы просто абсолютно не можем этого делать. Почему? Это было бы очень похоже на эту историю. Это было бы аналогичным примером для вас, мужья, присутствующие здесь, что каждый год вы покупаете своей жене подарок на годовщину. Ну, давайте представим, что вы покупаете жене подарок на день рождения. Допустим, ее день рождения 22 апреля, и каждый год 22 апреля вы покупаете ей подарок на день рождения, как и положено. Но давайте представим, что у вас была предыдущая подруга, и ее день рождения был 22 марта, И вы встречались с той девушкой 10 лет, и вам теперь гораздо легче помнить 22 марта, чем 22 апреля. И представьте, что вы приходите к вашей жене и говорите, «Милая, знаешь, мне так сложно запомнить, когда у тебя день рождения. Ты не против, если я перемещу твой день рождения с 22 апреля на 22 марта?» Я не думаю, что она будет в восторге от смещения ее дня рождения на день рождения своей соперницы, вашей прошлой подруги. Так просто не делается. Даже с человеческой точки зрения мы оскорбляемся, если что-то, что для нас дорого, заменяют тем, что нам недорого. Насколько же сложнее Богу воспринять то, что мы празднуем день рождения Его Сына, мы перенесли Его с правильного времени, осенью, во время праздника Кущей, когда Он родился, с праздника Суккот, на время древних богов плодородия, богов Солнца, как на Востоке, так и на Западе. В конечном итоге даже некоторые из самых влиятельных христиан в истории Америки искали альтернативы и отказывались праздновать Рождество из-за его языческого происхождения. Чарльз Пэрджин сказал следующее. 24 декабря, в Рождественскую ночь 1871 года, посмотрите на эту цитату. Мы не верим в значение особых дней. И, конечно, мы не верим в установленный церковный праздник под названием Рождество. Во-первых, потому что Месса отвратительна нам, на каком бы языке она ни произносилась, на латинском или на английском. Он продолжал. Во-вторых, потому что в Писании нет ни предписания, ни примера, на основании которого мы должны праздновать день рождения Христа Спасителя. Празднование Рождества — это суеверие, потому что Бог не повелел нам этого делать. «Леди и джентльмены» — это один из наиболее духовно влиятельных пасторов всех времен, Чарльз Пэрджин. И он сам сказал, что Рождество не имеет божественного происхождения, не от божественной власти и абсолютно не должно отмечаться. Почему? Потому что он знал, что оно берет свои корни из язычества и культовой философии. Вот история, стоящая за тем, откуда это все идет. Вот. Константин в 325-й год нашей эры говорит следующее. «Похоже, что церкви Сирии и Месопотамии — это церкви на Востоке. Продолжают следовать обычаю евреев. Почему? Потому что делать это было правильным. Они делали то, что Библия говорит делать относительно этих праздников. Празднуя Пасху на 14-й день Луны, независимо от того, выпадает ли это на воскресенье или нет. Все же остальные церкви соблюдают торжественную церемонию только в воскресенье. И причина, почему это так важно, потому что Библия говорит, что мы празднуем Пасху или Пейсах на 14-й день Ниссана, хорошо? Который является 14-м днем первого месяца по еврейскому календарю. Итак, все церкви в 325-м году нашей эры, он говорит, что оказывается, что церкви на Востоке, которые ближе к Иерусалиму, ближе к апостолам, к ученикам и к истине, они не пошли на поводу у римлян, и не присоединились к компромиссу Рима, чтобы поклоняться Богу Солнца, но продолжали праздновать воскресенье их Господа, в то время, которое было предписано учениками, и непосредственно самим Иисусом, и которое выпадало на 14-е Ниссан, на Пейсах, тогда как римские церкви начинают отмечать это в первое воскресенье, после весеннего равноденствия, которое связано с воскресеньем Иштор. И в продолжении он говорит, «По обсуждению данного вопроса вынесен указ о праздновании Пасхи в тот же самый день, воскресенье, что практиковалось в Риме, и послушайте это, мы должны увековечить празднование этого обряда на все будущие века. Люди, мы сделали это. Мы в буквальном смысле постоянно празднуем то, что Константин, римский император, сказал нам делать. Он издал приказ для всех христиан исполнять это, и это точно то, что мы и делаем. Мы празднуем не библейские обычаи, мы празднуем обычаи Древнего Рима». Таким образом, сегодня вы можете видеть, что план Сатаны состоит в том, чтобы препятствовать нам праздновать праздники Господни, которые Бог наказал нам соблюдать. Он взял те истины, смешал их с языческим и далопоклонством, и, вуаля, новый написанный закон и новая написанная традиция. И поскольку мы приближаемся к завершению и заключению этого учения, я хочу показать вам цитату Марка Твена. Он говорит, «Христианская Библия — это аптека. Ее содержание остается тем же самым. Но медицинская практика меняется. К сожалению, наши изменения принесли невероятные изменения в наше общество. Не позор ли, что более 70% студентов колледжей, которые утверждают, что были христианами перед тем, как поступить в колледж, к концу их первого года в колледже отвергают христианство и становятся либо атеистами, либо агностиками. Люди, этого не должно происходить. Бог Библии — то, что Он написал, есть истина, и это всегда истина, и это работает. Если мы делаем библейские вещи библейским путем, мы получаем потрясающие результаты, потому что древо жизни выходит из нашего нутра. Это изменяет нас изнутри и снаружи, и помещает корни глубоко в Его Слово. Я хочу заверить вас, что наши корни, большинство корней, которые мы имеем в христианстве, разрослись в человеком созданных традициях и доктринах. Настало время начать ревизию тех вещей, в которые мы верим. Если мы не получаем результатов, которые Библия говорит, что они случаются, когда мы следуем Его путям, которым Он предписал нам следовать, тогда мы должны рассмотреть то, что мы делаем, и изменить то, что мы делаем, независимо от того, как мы к этому относимся. Нас меняет только истина Библии, и когда мы покоримся этой истине, вы начнете видеть чудеса, исцеленные отношения и происхождение феноменальных вещей. На самом же деле, скажем так, Деяние 2 глава снова проявится в наших жизнях, если мы только будем делать то, что Библия говорит нам делать, и прекратим ставить перед собой то, что человек говорит, является библейским. Как Иисус сказал в Марка 7 главе, «Он говорит, ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого и делаете многое другое сему подобное. Давайте же не окажемся, как те фарисеи древности, которые оставили заповеди Бога, чтобы мы могли делать то, что нам хочется, и чувствовать себя хорошо по отношению поклонения Богу тем путем, которым мы желаем Ему поклоняться». И мы закончим той цитатой Джона Кеннеди, которую мы уже читали в начале программы. Я подумал, что эта цитата настолько хороша, что было бы хорошо, если бы я закончил одну из тех цитат, с которой мы начали. И опять-таки говорится, «Большим врагом правды очень часто не является ложь, преднамеренная, изобретенная и нечестная, но миф, постоянный, преследующий и нереалистичный». Это нереалистичная и постоянная ложь и подделка древних вавилонских легенд и язычества и поклонение Богам Солнца которые вторглись в христианство и украли наше наследие. Они украли силу рождения нашего Спасителя. Они украли силу Его смерти, погребения и воскресения, которые можно найти в праздновании Пейсаха, праздника Пресноков, праздника Первых Плодов и Пятидесятницы. Наши дети даже и не изучают библейские праздники, потому что мы кормили их человеком вымышленными традициями. Должны ли мы удивляться, когда они отдаляются от Бога? В них отсутствует корень, который находится там. Нам нужно возвратиться к Библии, дамы и господа, назад к тем вещам, которые мы можем найти в Писании, и очистить наши дома от идолов с Его точки зрения. Потому что во Вселенной есть только две перспективы. Есть наша точка зрения и есть Его точка зрения. С нашей точки зрения, это очень похоже на Золотого Тельца. Три тысячи лет назад, когда заповеди были даны, они создали Золотого Тельца, потому что они потеряли своего посредника между Богом и между людьми. Так они создали Золотого Тельца и начали поклоняться Яхве через Золотого Тельца. Об этом говорится прямо в Писании. Аарон сказал, «Завтра праздник для Яхвы». С их точки зрения, они думали, что они поклонялись Богу. Они просто-напросто заменили им Моисея. Но истина заключается в том, что с точки зрения Яхвы, он говорит, «Моисей, тебе нужно возвратиться вниз, потому что этот народ служит иному Богу». Видите, существуют две точки зрения, и, возможно, мы очень даже правдивы и искренни в наших сердцах, думая, что мы поклоняемся Богу Авраама, Исаака и Якова. Но истина заключается в том, что с его точки зрения очень даже может быть, что мы ошибаемся, поскольку единственное, что имеет значение в этой Вселенной, друзья мои, — это делать вещи его путём. Я рекомендую вам выбрать время, чтобы пересмотреть это учение снова. Пересмотрите эту программу, пройдите через все источники, сделайте вывод для самих себя, насколько истина может быть скомпрометирована, прежде чем она больше не является истиной. Я могу сказать вам, судя по моей семье, что как только я начал практиковать эти вещи, на что мне понадобилось много времени, чтобы понять их и подавить эмоции, отделив их от истины, и убрать с пути мою плоть, и только подчинить мою жизнь тому, чтобы делать библейские вещи библейским путём. И когда я начал это делать, моя жизнь начала меняться, мои дети стали более благочестивыми, мой брак стал более духовным и более крепким, всё вокруг меня изменилось, и откровение, Библия жила, началось новое путешествие. Итак, я хочу ободрить вас. По мере того, как вы начнёте продвигаться по вашему духовному пути, спросите отца, есть ли сегодня в вашей жизни что-то, что должно измениться? Некоторые из вас, возможно, даже не знают Мессию. Я призываю вас подчинить свою жизнь Богу Авраама, Исаака и Якова и его сыну, Иисусу Христу, «Ешуа Хам Ашиах» на Еврите. Благодарю за то, что нашли время просмотреть этот материал.